Приветствую вас! Давайте мы разберем ваш текст. Вы пишете, что у меня есть четкие цели, они мне точно нравятся, я с удовольствием ими занимаюсь в свободное время. Заметьте, вы пишете, занимаюсь ими в свободное время. То есть, время для занятия самым любимым для вас делом у вас, по сути, только в свободное время. А в остальное время вы занимаетесь тем, что для вас, видимо, ну, не так важно, не так ценно, не так интересно может быть и так далее. То есть, мне кажется, что здесь, в первую очередь, надо определить, вы вот цели свои, которые вот у вас есть, на цели, вы их, соответственно, как вообще выбирали? Эти цели. То есть, какое значение вы придаете этим целям своим, вот. Понимаете? Потому что ощущение, ощущение возникает такое, что вы, скорее, принижаете свои цели. То есть, как бы говорите, что, ну, я этим буду заниматься только в последнюю очередь. Только вот в самую-самую последнюю очередь. Это первое. То есть, здесь момент именно в месте, которое занимает ваша цель. Да? Понятно, о чем идет речь? Ну, вот. Это первое. Второе. Какие желания стоят за этими целями? То есть, ну, вот у вас цель есть, да, вы, они вам нравятся, эти цели, вы ими занимаетесь, все здорово. Какие желания стоят за этими целями? Что вам нравится в этих целях конкретно? Вот. Вы себе в этом отдаете отсчет? Вы можете ответить себе на этот вопрос? Ну, знаете, какая история? То есть, здесь вот тоже очень такой принципиальный аспект скрывается, да? Дальше. Следующий момент. Это момент, значит, подавленного в этом самочувствии. То есть, как давно вы себя так чувствуете? Подавлено. Как давно, в какого момента вы себя так ощущаете? Вот. Как вы себе объясняете это? То есть, как в вашем сознании, как в вашем сознании представлена подобная позиция? Ну, вот, подавленного самочувствия, да? Вот. Это тоже очень важный момент. Потому что ничто не, значит, ну, ничто не происходит просто так. И если у вас есть такое самочувствие, то, значит, у него есть и свои причины, у него есть свои обоснования. И я думаю, что эти обоснования нужно искать. Да? То есть, ну, эти установки, которые обеспечивают подобное состояние. То есть, это запрет на чувства у вас, запрет на чувства. Вот. Соответственно, ну, стоит подумать, кто запрещал, не одобрял в вашей жизни любые чувства, которые вы, скажем так, проявляли. Вот. То есть, ну, кто это были за люди, были ли они вообще эти люди, как вы, соответственно, воспринимали этих людей. То есть, всё, вот это вот, всё-всё-всё нужно здесь смотреть, потому что это очень важный аспект. Да? Вот. Дальше вы говорите, значит, когда меня спрашивают, чему я рад, я не могу ответить, это меня приводит. Я справлюсь не способным к действию, только поддерживаю тот минимум, минимум дел, которые мне нужны. Работа, тренировка и обучение. Значит, ну, соответственно, соответственно, да, это низкий эмоциональный интеллект. Вот. У вас полное подавление чувств. Вот. Представьте себе ребёнка. То есть, вот просто, ну, опишите ребёнка. Вот. Ну, просто опишите ребёнка, да. Который, скажем так, мог бы у вас быть, каким бы он был, как бы он выглядел, ребёнка. Ага. Что бы он делал? Что бы он делал? Этот ребёнка. Ребёнка. Что бы он чувствовал? Ребёнка. Ребёнок. Всё, ребёнок. Всё, ребёнок. Всё, ребёнок. Вот. Подумай с собой. Опишите ребёнка, да, максимально полно, максимально подробно для себя. И вы создайте его действия, вы создайте его модель, значит, поведения. Вот. Это необходимо для того, чтобы, ну, вы дальше смогли что-то делать. Вот. Вот. Ну, соответственно, давайте тоже здесь подумаем на тему того, значит, чувствовали ли вы когда-нибудь эмоции, да. То есть, ну, были ли у вас ощущения когда-нибудь? Скорее всего, были, да. Скорее всего, какие-то чувства были. Вот. Значит, какие-то были чувства? Позволяли ли вы их себе или нет? Считали ли вы их чем-то плохим, запрещённым, вредным для себя и так далее? Вот. Это тоже очень важный аспект, значит, вашей проблемы. Вот. Соответственно, соответственно, все проблемы, которые вы описываете дальше, да, вот, это всё взаимосвязано. Вот. Я рекомендовал бы вам почитать для начала книгу, которая помогла бы вам понять то, что с вами происходит. Книга называется «Практикум по гестальт-стехотерапии» от Федерико Первого. Вот. Прочтите, это хорошее начало для вашей, значит, деятельности, для вашей индивидуальной работы. Вот. Можете почитать про сценарий без чувств жизненных, вот, но это уже потом, после того, как прочитаете эту книгу. Вот. В книге есть ряд упражнений, которые вы, значит, можете сделать для того, чтобы повысить свою чувствительность. Вот. Вот. Ну и, конечно, анализ чувств, что происходит в индивидуальной работе с психологом, тоже никто не отменял, да. То есть, это все та же работа, которую вам нужно будет сделать. Вот. Ну, просто потому, что это тоже важно, да, для вас. Вот. Ну, соответственно, тут у вас депрессия, то есть, ну, вот, подавление чувств, это депрессивное состояние. Вот. Я полагаю, что это, в принципе, очевидно и так, да, что у вас, ну, присутствует депрессивное состояние. Вот. Значит, от него можно уйти, значит, либо через работу, значит, ну, с психологом, да. Вот. Либо, соответственно, через обращение к врачу, где вам назначат антидепрессанты, вы будете себя несколько лучше чувствовать, и тогда уже можете, опять же, обратиться к психологу для того, чтобы вам уже работать. То есть, это зависит от вашего состояния, да, то есть, насколько, насколько. Вот вы говорите, что, значит, это меня тревожит, я становлюсь неспособным к действию. То есть, непонятно, вы становитесь неспособным к действию из-за того, что у вас нет чувств, или из-за того, что вы тревожитесь. Но тревога – это и есть чувство. Понимаете? Вот. То есть, тут нужно выяснять. Энергии нет, ну, потому что все подавляется всеми этими непонятными механизмами. Не понимаю, в чем причина. Причина в вашем «надо», я бы сказал так. То есть, просто вот задумайтесь над тем, да, задумайтесь над тем, что вам надо. Что вам надо. И как часто вы делаете то, что хотите. Вот. Вот. Об этом в первую очередь вам стоит задуматься. Ну, и почитать обзор технику, сделать упражнения, которые там даны. Даны – это очень важный момент, вот. Потому что без этого момента вы не сможете даже понять, что вы чувствуете. То есть, чувствуете-то вы постоянно, ваши чувства никуда не делитесь. То есть, вы себе просто запрещаете это, ну, запрещаете чувствоваться в себе. Вот. Точнее, даже не вы, а внутренний родитель вас запрещает это делать. Да. И, соответственно, вы получаете некую выгоду от того, что делаете. Ну, почитайте про сценарий без чувств, я думаю, что станет понятно. Станет понятно. Ну, откуда у нас вот растут ноги. Вот. Пока что на этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вот, дополнительные, пишите в личку. Я буду рад вам помочь, ответить. Буду рад поработать с вами, если появится такое желание. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, значит, то есть, как бы, вот, обратите внимание на то, что вы не задаете вопрос свой. То есть, вы написали текст, вопроса нет. Вы не задаете вопрос. То есть, просто, говорит, не понимаю, в чём причина. Ага, причина – это не вся проблема. Поэтому дело здесь не причине. Дело в вашем поведении, в вашем мышлении, в ваших ценностях и в вашем эмоциональном состоянии, эмоциональном интеллекте. Вот. А это то, что развивается. Это то, чему обучаются. Вам 27 лет – это хороший возраст. Всё. Всё можно решить, всё можно подкорректировать, но в ходе индивидуально работать. Вот. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Мне вызвот interesting текст, говорит, ощущения, что в ней.